Здравствуйте! Меня зовут Евгений Лаптев, я системный архитектор компании Arsene. Майнинговые фермы. Как их сделать максимально доходными и пожаробезопасными? Для тех, кто мог подумать, что мы в тысячный раз будем рассказывать, как устроены майнинговые фермы, нет. Мы покажем, как максимально эффективно подвести электропитание к фермам, управлять им и защитить себя от пожаров. Для многих инвесторов порой решающим фактором при размещении оборудования майнинговых ферм является дешевое электричество. В этом случае, насколько эффективно будет организовано электропитание, настолько эффективно ферма будет приносить доход. Не секрет, что в целях повышения доходности оборудование размещается чрезмерно экономично, с высокой плотностью размещения хэшей на квадратный метр. При этом, задачу обеспечения электропитания майнинговых ферм разные люди решают по-разному. Кто-то в каждой ферме ведет отдельную линию электропитания, кто-то может включить несколько ферм, вот, например, в такую общую группу розеток. Очень часто фермы вводятся в эксплуатацию как можно быстрее, без должного соблюдения требований пожарной безопасности. Сбой, зависание аварии или перегрев оборудования не только отодвигают точку окупаемости, но и приводят к выходу из строя оборудования или даже потере инвестиций в случае возникновения пожара. В условиях, где нет возможности удаленного мониторинга системы электропитания и управления отдельными ее элементами, пожар, к сожалению, практически неизбежен. Ну и, собственно, для того, чтобы эффективно решить задачу, как подвести электропитание к вашим фермам, мы разработали модуль удаленного управления оборудованием для майнинговых ферм Resilient Power Control Module Mining Edition или RPCM ME. Ну, для начала давайте посмотрим, как, собственно, этот модуль выглядит. Вот так выглядит модуль RPCM Mining Edition. Модуль выдерживает нагрузку до 63 Ампер. Именно поэтому мы используем вот такую мощную розетку для обеспечения надежного контакта и большой мощный силовой кабель для пропуска высоких токов без нагрева кабеля. Давайте включим модуль RPCM Mining Edition. Да, мы подали питание. Вы можете видеть 10 выводов, которые вы можете подключить до 10 клиентских устройств. Для примера, мы подключим сейчас одну вот такую майнинговую ферму. Суммарно вы можете подключить устройство с энергопотреблением до 15 кВт. Да, как вы можете видеть, устройство у нас успешно включилось и, собственно, начало работать по прямому назначению. Устройство достаточно мощное, шумное. Чтобы меня было хорошо слышно, я сейчас его выключу. Устройство потребляет достаточно большой ток. А там, где есть большие токи и неправильно или ненадежно спроектирована сеть электропитания, всегда есть вероятность возникновения пожаров. При использовании модуля RPCM вы можете предотвратить возникновение пожароопасных ситуаций путем выставления порогов потребления тока для каждого из 10 выводов, при достижении которого модуль автоматически приведет подачу электропитания потребителю, достигнувшему заданный порог и уведомит о данном событии администратора системы. Несколько слов о том, как защитить майнинг ферму от короткого замыкания. Высокие нагрузки и температура, характерные для майнинг фермы, нередко приводят к возникновению коротких замыканий. Поэтому применение современных схем защиты от коротких замыканий и использование надежной электропроводки является обязательным условием. Но на практике так бывает не всегда, а порой вообще используется типовая электросеть. Если вы используете модуль RPCM Mining Edition для питания ваших майнинговых ферм, и на одной из них случилось короткое замыкание, то модуль RPCM автоматически прервет подачу электропитания именно сбойному потребителю, тогда как все остальные потребители, подключенные к модулю RPCM, а также к общей шине электропитания продолжат работу в штатном режиме. Другая задача – это как реализовать защиту майнинговой фермы от зависания. Одной из распространенных причин зависания ферм является превышение номинальных температурных показателей. При этом вы можете даже не знать, что произошло зависание отдельного устройства. В один прекрасный момент вы просто обнаружите, что эффективность добычи криптовалюты сократилась. Использование модуля RPCM Mining Edition позволяет кардинально решить данную проблему. А именно производить автоматические перезагрузки майнинговых ферм по питанию при снижении хешрейта, планировать включение или отключение отдельных устройств, и сможете производить периодические профилактические перезагрузки с целью охлаждения устройств и полностью исключить зависание. Поскольку бизнес, связанный с содержанием майнинговых ферм, это в первую очередь четкое понимание соотношения скорости хеширования потребленной мощности, то есть затратов на электроэнергию, остро стоит вопрос правильного и удобного подсчета потребленного электричества как на отдельную ферму, так и на произвольный кластер устройств. Это просто необходимо для своевременной оценки эффективности работы фермы, ну и для дальнейшего планирования развития и роста системы. Модуль FPCM, имея счетчики электроэнергии на каждом отдельном выводе, позволяет получить полную картину затрат электроэнергии как для каждого вывода в отдельности, так и в целом на устройство, без необходимости ручного мониторинга потребления на каждой розетке с использованием людей и ватметров. Ну и еще одна проблема, это когда мониторовые фермы могут не просто зависать, а, к сожалению, полностью выходить из строя. Кроме того, возможны ситуации, когда кабели питания просто выпадают из разъемов. Данные происшествия не всегда можно быстро зафиксировать и устранить. Функциональность модуля FPCM Mining Edition позволяет удаленно управлять питанием каждого из десяти выводов, удаленно включать, выключать, перезагружать. А поскольку мы еще и мониторим потребление тока за каждым из выводов, то мы можем определить те случаи, когда клиентское устройство вышло из строя, просто потому что устройство перестало потреблять ток. Либо случайно отсоединился кабель питания, либо вообще произошло несанкционированное отключение устройства. Мы рассмотрели основные функции модуля FPCM Mining Edition. Подведем итог. Устройство поддерживает нагрузку до 63 А на воде. Позволяет подключить до 10 клиентских устройств. С суммарным энергопотреблением в 15 кВт. Обеспечивает защиту от короткого замыкания за каждым из 10 выводов. И за каждым из выводов реализован раздельный учет электроэнергии. Вы можете удаленно управлять каждым из клиентских устройств. Удаленно включать, выключать, перезагружать его по питанию. И с помощью таких модулей RPCM вы можете обеспечить правильное, эффективное и надежное подключение майнинговых ферм любого размера. Спасибо. Продолжение следует...